МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема лекции – гостиничный бизнес и виды сервиса в этой отрасли. Гостиничный бизнес – один из наиболее развивающихся и динамичных отраслей в современном мире. Около 6% мирового валового продукта и около 5% налоговых поступлений дает отрасль гостиничного бизнеса. К сожалению, в Казахстане этот показатель намного ниже, но наша отрасль, индустрия гостеприимства набирает обороты. И думается, что скоро мы достигнем уровня мировых показателей. Гостиничный бизнес – это одна из наиболее быстро развивающихся отраслей, мы сказали. И каждые 10 туристов, проживающих в гостинице, создают около трех рабочих мест. И два рабочих мест, косвенно связанных с данным обслуживанием. Согласно принятой в Казахстане классификации, услуги по функциональному назначению делятся на четыре группы. Первая – это ремонт и восстановление потребительных стоимостей товаров и услуг, изготовление на заказ новых потребительных стоимостей, услуги по созданию удобств для жизни и быта людей, информационные услуги. Практически все эти виды услуг находят отражение в гостиничном бизнесе. Индустрия сервиса делится на такие группы, как технический сервис, технологический сервис, информационный сервис, транспортно-коммуникационный сервис, социально-гуманитарный и культурный сервис. И все эти виды сервиса находят отражение в индустрии гостеприимства. Непосредственно предприятия индустрии гостеприимства оказывают услуги в таких сферах, как жилищное и коммунальное обслуживание, розничная торговля, то есть есть киоски, сувениры и так далее, общественное питание, то есть кафе, рестораны, бары, бытовое обслуживание, то есть это может быть прачечные и другие, образование и воспитание, то есть это подготовка кадров для гостиничного хозяйства, медицинское обслуживание, то есть оказание социальный пакет для сотрудников, включая оказание первой медицинской помощи и так далее. Социальное обеспечение и обслуживание, обслуживание культурных потребностей, то есть внимание большое уделяется досугу и культурным развлечениям. Рекреационное обслуживание, то есть имеется в виду вне гостиницы, выход на природу, отдых и так далее. Кредитно-страховое обслуживание, то есть это понятно, все клиенты застрахованные, прибывшие в гостиницу. Охрана имущества и прав граждан, это имеется в виду, что есть камеры хранения, есть камеры наблюдения, и безопасность граждан, она гарантируется. Услуги связи и пассажирского транспорта, это имеется в виду интернет и транспорт, с которым доставляются клиенты из мест, откуда они прибывают. Задача гостиничного сервиса – удовлетворение различных потребностей человека. Кроме первичных – одежда, жилища, питания, восстановления здоровья, еще есть масса потребностей, которые стали развиваться в эпоху современных информационных технологий. Здесь вот вы видите разные виды сервиса на картинках показаны, но это не исчерпывающая перечень, ясное дело. Следующий слайд показывает, вот начинается посещение гостиницы, приезд с ресепшена, потом получение номера, питание, транспортное обслуживание, здесь вот схематично показаны они, вот бар вы видите, все эти, это небольшой круг изображен, сервисы, которые оказывают гостиницы. Здесь вот видно, что это водные процедуры, могут быть транспорт, здесь вот зеленая зона, это значит, что это рекреационная зона, которая тоже имеет значение. И надо сказать, большинство гостиниц стараются оказывать комплекс услуг. Комплексность заключается в обеспечении транспорт, питания, размещения, культурный доступ и разного рода развлечения. Среди услуг, сервисов важное значение приобретает сегодня кейтеринг. Что такое кейтеринг? Это чаще всего обслуживание вне помещения предприятия питания. В странах Восточной Европы ему соответствует комплексное обслуживание. Различают кейтеринг в помещении, вне помещения, индивидуальный кейтеринг, разъездной кейтеринг, розничную продажу. Кейтерингу можно отнести продажу прохладительных напитков и бутербродов на спортивной арене, на вечеринке, продажу через автоматы сигарет, печенья, соков и газированных напитков. Кейтеринг также понимается, как услуги питания могут предоставляться в рамках гостиницы в составе комплексной гостиничной услуги, так и вне зависимости от гостиницы, в кафе, ресторанах, столовых барах и фастфудах. Как показывает практика, питание обычно связано с размещением. Во многих гостиницах мира в гостиничный тариф уже входит стоимость завтрака, и это является привлекательным. По желанию, в соответствии с туром, туристу может предоставляться номер в комплексе трехразовое, двухразовое и одноразовое питание. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok